Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. Это продолжение нашего пути в Лиге Чемпионов за Локомотив. Итак, мы прошли группу, заняли вторую строчку и нам, естественно, попадается команда, которая заняла в своей группе первую. Но я не ожидал, что будет прям такая же сразу жесткая команда. Это обладатель, на действующий момент, обладатель Лиги Чемпионов. Это Ливерпуль, который в финале в прошлом сезоне обыграл Тоттенхэм со счетом 2-0. Но в этом году, когда я записываю этот видеоролик, совсем недавно Ливерпуль вылетел в 1-8 от Атлетика Мадрид, которым мы, кстати, играли в группе и даже вроде один раз мы их обыграли. Так что вот так вот, если бы мы заняли первую строчку, мы бы встретились с Челси, потому что Ювентус с Челси встречается. Я даже не знаю, наверное, все-таки с Челси нам было бы полегче. Но и Ювентус, если бы вылетел из своей группы, из нашей, и заняли бы они бы третью Атлетико, тогда бы тоже встретились, как и вживую, против Ливерпуля. Но давайте сейчас посмотрим на расположение, как там сыграл Ливерпуль. Итак, Ливерпуль все свои 6 матчей выиграл. Вот так вот, интересно. Дома они сначала обыграли Зальцбург с решетом 4-0, потом на выезде минимально Наполя обыграли. Дома 2-0 обыграли Генг, в гостях разгромили 5-1, на выезде 3-0 Зальцбург и 2-1 пропустили они от Наполя. То есть вот они 2 всего лишь мяча, они за 6 матчей пропустили. 1 от Наполя и 1 от... потерял уже от кого? От Генгка или от Зальцбурга? От Генгка, да, вот 5-1 когда было. 17 забитых мячей. Сейчас мы посмотрим. 17 также еще забил Манчестер Сити, но у них 3 пропущенных. Но я так понимаю, 17 это прям максимум. Да, 17 мячей, то есть сейчас, если я не ошибаюсь, 8, 9, 7, 15. Мы встречаемся против команды, но которые сейчас действительно, смотря на групповой этап, заняли, во-первых, они первую строчку, у них 6 побед из 6, это уже трудно достичь такого результата. Но у них еще и лучшая результативность по забитым и пропущенным мячам. Да, они забили ровно столько же, сколько и Манчестер Сити, но они пропустили всего лишь 2 мяча за групповой этап. У них сейчас очень замечательная разница мячей. Мы играем сначала дома, пусть они в черном будут в таком. Вот она наша расстановка на ваших экранах. Я все так же пока что оставляю Жоамарю, потому что мне очень понравилось, как он играет. Потом будем выпускать, наверное, Алексея Миранчука. Ну что же, вот он наш состав. У Ливерпуля мы чуть попозже посмотрим состав. Я уже представляю, что нас там ждет. Итак, Лига Чемпионов. Мы на стадионе РЖД Арена. Сразу я захожу в рейтинг игроков. И мы посмотрим состав Ливерпуля. Алисон, Робертсон, Ван Дайк, Мати, Парнольд. Ну, оборона. Все, здесь прям все стандартно. У них Виналду, Фабинио, Хендерсон, Мане, Фермино и Салах. Ну, Юрген Клоп вообще не хочет, чтобы Локомотив даже шансы ему давать. Выпустил бы там, например, хотя бы Гомеса бы в обороне бы выпустил. Там Оксуэд Чемберлейн бы, Шакири бы хотя бы выпустил. Нет. Ориджи, Ориджи. Не знаю, как его правильно. Ориджи, наверное, все-таки Ориджи. Нет, он выпускает самый стартовый состав. Он не хочет проигрывать. Мы, естественно, будем играть от обороны. Я просто буду надеяться, мы все-таки как-то прошли группу с Ювентусом из Атлетика. Выбили Атлетика. Хотя вживую Атлетика выбили Ливерпуль как раз на стадии 1-8. Итак, Юрген Клоп приезжает в Россию. Ух, как Ван Дайк. Ну, а мы вот сюда вот, а? Не ожидали фарфанчика моего на фланге? А, я-то его увидел, что он остался там один. Пью. Ух, как Ван Дайк. Ван Дайк почти от него бы сейчас могло. И залететь 10-ая минута. Локомотив создает момент. Хлестко так пробил. Ну, будет у нас подача углового. Я не знаю даже. Ну, тут вообще думать еще не стоит. Надо просто уже подавать. А вот у нас и Жоа Марио. А вот и фарфанчик. Ой-ой-ой-ой, тихо. Антон Миранчук. Антон, что? Оффсайт? Вы серьезно? Оффсайт? Жоа Марио убегает. Ух, как здесь Фалита Фабиньо. Полегче. Отлично. Робертса не смог сделать сейчас искусственный офсайт. Фарфан уже входит в штрафную. Федя! Без офсайда, я надеюсь. 1-0. Локомотив выходит вперед. Отлично. Вот он. Фарфан. Это мой Робертсон. Либо Александр Арнольд. Вот замечательно отдал голевую передачу. И Смолов забивает, если не ошибаюсь, свой то ли 9-й, то ли 10-й гол в Лиге Чемпионов. И либо сравнивается, либо обгоняет Эдена Азара. У Азара вроде 9 было или 10, я что-то как-то не заметил. Левой ногой еще забивает. И вот так вот Федя, Смолов, который на данный момент играет сейчас в сельте, в аренде. Но забивает за нас, потому что мы начали намного раньше. 9-й гол. Значит, он сравнялся вроде с Азаром. Спокойно, спокойно. Тихо, 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 нельзя. И все-таки пропустили. Вот он, капитан еще врубил себя. 25-я минута. Там и Гильерми-то потащил, кстати, этот удар. Ходит уже праздновать, смотреть надо на момент. Мане. Виналду. Вот здесь вот пропустили. Он один просто стоит. Гильерми потащил. Чуть-чуть бы дальше бы полетела, в штангу бы попала. Ну вот, 3 минуты. 3 минуты всего лишь. Локомотив радовался, что забил. Но для нас это хуже, что мы сейчас пропустили, потому что Ливерпуль забил в гостях. Смолов. Отлично. Смолов. На ложном. И Федя Смолов. 2-1. Отлично. Перед самым перерывом. Отличную передачу дали на Федю. Он так еще на ложном убирает мотив, и забивает Федя дубль. Как и в прошлом матче против Атлетика Мадрида. Но тогда мы в ничью сыграли. И замечательно. Все замечательно. Локомотив борется до конца. Тем более, раз они дома, они должны показывать. И вот здесь замечательно разложил Алисона. Здесь Смолов заткнулся им рты. Которые говорили, что он может только вот так в касании замыкать. Он сейчас показал, что он получил передачу. Он обработал мяч. Убрал защитника и забил. Федор Смолов, оценка 8-4. Я пока что по сведениям хотел бы посмотреть, что у нас. 7-5-7-6. То есть, Ливерпуль еще и больше бьет. Но это просто слава Гильерми. Владение за нами. Отборы тут за нами. Нарушение на равных. Но у них желтую сразу Фабиниум посадили. Угловых три уже подали. Точность ударов у Ливерпуля больше. Но с от уголов-то у нас больше. Ну и точность пасов мы просто превосходим Ливерпуль именно по пасам. Итак, второй тайм. Я даже не знаю. Поставлю защитную. И как-нибудь изменится или нет там расстановка. Нет. Это отлично. Поэтому мы будем играть в защитных стиле. Отлично. Алексей Миранчук. Алексей Миранчук. Три-один. Три-один. Локомотив. Разносит Ливерпуль. Я выпустил Алексея Миранчука. И что так получилось. Был бы здесь сейчас Жоамарева на поле вместо него. Вряд ли так бы хорошо под левую ногу бы он ушел бы. И под правой пока бы менял бы. Он бы уже либо мяч потерял. Тут замечательная моя рокировочка пошла. Вот здесь замечательно пошла передача. От Коломейцева. И вот так вот. Сейчас еще посмотрим между ног ли Алиссину залетело. Вряд ли, наверное. Да. Рядом прям возле лица мяч пролетает. И забивает Алексей Миранчук. Сейчас мы узнаем какой мяч. Четвертый мяч. Просто забивные у меня парни. Но вот сейчас вот именно счет можно сказать и в нашу пользу. Два мяча. Если мы и пропустим от Ливерпуля. Мы сможем забить еще один. Миллер. Его выпустили. Ой-ой-ой. Нет. Все-таки забивает. Все-таки забивает Ливерпуль. 3-2 счет. Будем смотреть. Вон Кейта я вижу. Или это Виналдум забил? Нет. Кейта вроде. Да. Восьмой номер. Вот это сейчас очень нам тяжело будет. Ой-ой-ой. Нет. Все-таки пропускает. Все-таки Ливерпуль забивает. И сравнивает счет. 3-3. Миллер бежит наверное сейчас к естественному. К Юргену Клопу. Он выпустил его на замену. С капитанским местом Хендерсон наверное заменил. И забивает Миллер. Выйдя на замену. Побежал к Клопу. Первый свой гол естественно. Дотянуть ребята. Дотянуть. Нельзя отпускать. Ну куда вы сейчас вот отпустили Мане? Гилерми. Ну ты что делаешь то? Гилерми. 4 мяча. 4-3 мяча отыграл Ливерпуль. Они еще и выигрывают сейчас. Это просто жесть. Нам надо забивать теперь минимум 2 мяча на Энфилде. Минимум. И не пропускать ни одного. Игра была сделана когда был счет 3-1 уже. Почему сейчас Гилерми? Вот это что было? Куда ты полетел? Надо было ему по голове дать лучше в пенальти. Удаление было. Там шансы 50 на 50 отбить этот пенальти. Поражение от Ливерпуля. Со счетом 4-3 матч заканчивается. Первый матч еще будет ответка. Но я горжусь своими парнями. Потому что не знаю кто сейчас лучше. Федор Смолов 2 мяча забил. Голевые раздали Коломейцев. Арфан. Живо Марио. И Алексей Миранчук тоже забил гол. Вот она статистика. Они нас сходили по ударам. У них и точность ударов больше. По пасам мы немножко сбавили. Но это понятно. Владение у нас кстати на стороне. Ну и... Все. Ливерпуль пропустил всего лишь за весь свой групповой турнир. Групповой этап. Три... Два мяча. Два. Три мяча. Следующий это Манчестер Сити там пропустил. Два мяча не пропустили. Мы сейчас забили Ливерпулю больше всех. И больше за весь этот раунд. Который вот был групповой. Сейчас я просто не понимаю. Что еще надо делать. Смов лучше бомбардир. По уголевому на Живо Марио лучший ассистент. И... Где-то в самом далеке. Даже и нету здесь. Здесь нету ни одного наверное. Матча в сухую у нас не закончилась. Мы кстати это не смотрели. Почему бы и нет. Три-три. Два-оди. Три-два. Да. Ни одного матча в сухую у нас не было. Мы в каждом матче пропускали. Ну и теперь давайте поговорим про 1-8 матч. Которые уже сыграли. Там 4 пары выявили. И 4 клуба уже попали в четверть финал. Сейчас мы попозже о них поговорим. Ювентус обыграл в первом матче Челси со счетом 1-0. Валенсия обыграла Лион со счетом 2-0. Ливерпуль обыграл 4-3 на выезде Локомотив. Барселона на выезде обыграла 2-1. Аталанту. Смотрим дальше. Тоттенхэм вынес просто Баруси. В общем счете 5-0. Бавария проходит Манчестер Сити 4-2. Вот. Манчестер Сити тоже лучшая оборона. Три всего лишь пропущенных мяча за весь групповой этап. Но пропустили два мяча уже от Баварии. Дома тем более. И еще два не пропустили на выезде. Получается там ничья была 2-2. Реал вынес Наполе 6-2. И Лейпциг вылетает от ПСЖ со счетом 3-2. Но боролись хотя бы. Что сейчас будет я не знаю. В следующем выпуске это естественно все будет. Скорее всего последний. Потому что если будем играть так же. Введя в счете даже 3-1. Если мы бы сейчас боевили бы. Если будет счет 3-1. Это получается счет будет у нас 6-5. Тогда будет все замечательно. Но вряд ли Ливерпуль нам даст контролировать игру на Энфилде. Все равно. Локомотив молодцы в этой встрече. Спасибо вам большое друзья. За просмотр этого видеоролика. Весь плейлист есть на канале. Именно про Локомотив в Лиге Чемпионов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. Канал футбол. Это жизнь дана вторая. Друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok